Это спутник-ресурс. Он бережет наше спокойствие. Вот это, ребята, спутник, который называется спутник-бион. Урок не за партами, а среди настоящих спутников и двигателей. Самарским школьникам не только показали экспонаты музея, но и организовали встречу с ветеранами ракетно-космической отрасли, чтобы старшеклассники смогли больше узнать о технических профессиях. Чтобы ребята понимали, что они живут в интересном городе, в котором есть очень достойные учебные заведения, в котором есть такие предприятия, которых и в мире нет. Хотелось бы, чтобы ребята сделали свой правильный выбор. И им надо говорить об этом. Областная общественная палата и региональный штаб ОНФ возобновили серию космических уроков. Они проходят в том числе в формате экскурсий. Мы устраиваем экскурсии на заводы, потому что там есть прекрасные музеи. Есть на самом деле настоящие наставники, производственники, которые готовы передавать свой опыт. Такие занятия особенно нужны и актуальны сегодня, ведь 2023 объявлен в России годом педагога и наставника. Я думаю, что в дальнейшем это, конечно, молодая поросль придет уже в качестве инженеров на наши предприятия, в том числе ракетно-космической отрасли. Сегодня это очень важно. И если мы что-то можем сделать для того, чтобы мотивировать ребят туда идти, чтобы, может быть, сегодня они в лице наших спикеров выбрали себе наставника по жизни, то мы, конечно, постараемся это сделать. Потому что когда человек к человеку, это всегда работает, особенно когда это речь идет именно о определении будущей специальности, а может быть, где-то даже и судьбы наших самарских ребят. Анастасия Мурзаева учится в восьмом классе, но уже определилась с направлением дальнейшей учебы. Я собираюсь поступать по технической специальности. Ну, я очень горжусь тем, что Самара мой родной город, потому что Самара космическая, ну, такой статус. В год педагога и наставника для школьников Самарской области планируют провести более трех тысяч космических уроков. Светлана Кудрявцева, Николай Сидоров. События.